Слушайте, вы знаете что? Вы, конечно, примете этот законопроект, но миллион охотников, и я в том числе, я вам после этого руки не подам. Шин, Олег Васильевич, по совести надо голосовать, по совести, коллеги. Вот и проголосуйте по совести. Пожалуйста. Есть всегда возможность поставить вопрос на закрытый голос. Слушайте, но совесть закрытой не бывает. Вот смотрите, вы же предлагали нам здесь, и депутатам говорили, значит, и носом их пытались вот так вот по совести голосовать. Вот и голосуйте по совести. Пускай все знают, у кого где эта совесть зарыта. Олег Васильевич, пожалуйста, заключительное слово докладчику. Пожалуйста. Я, можно отсюда тогда? Можно. Уважаемые коллеги, это сложный, на самом деле, законопроект. Вот и непростой. Но что касается охотников, действительно тех, кто добывает зверя, а не убивает его и оставляет шанс всегда зверю, думаю, что решение будет даваться очень даже просто, потому что это решение по совести. Мы с вами не варвары, мы с вами не живодеры, мы с вами люди. И когда речь идет о притравочных станциях, где небольшой зверек, который только появился на свет, забирается на притравочную станцию, и потом вот так его вся жизнь складывается, что вырывает когти, клыки, и на нем тренируют собак, это, скорее всего, все-таки истязание животных. И даже показывать это нельзя детям, потому что дети, которые видят это, вот то, что в Ютюбе показывают, становятся жестокими. Охотник точно не обладает такими качествами. Он не может быть охотником, если он жестокий, жестокий человек. Еще раз повторяю, это добыча зверя, а не истязание зверя. Кому нравится смотреть на истязание, надо идти к психиатру. Задумайтесь об этом, коллеги. И когда мы с вами говорим о позиции, я говорил, еще раз подчеркну, давайте голосовать по совести, потому что, принимая это решение, мы с вами на самом деле думаем о наших детях, потому что они вырастут и будут теми охотниками, которым не захочется истязать, которым захочется добывать и которые будут, может быть, больше любоваться зверями, которые у нас с вами находятся в лесах, на полях. И, как правильно говорит мой коллега Неверов, им будет больше нравиться фоторужье, их рука будет тянуться к фотоаппарату, а не к ружье. Это тоже неплохо. Коллеги, ставится на голосование 45-й вопрос нашей повестки.